Сегодня мы поговорим о Saachi Art и как действовать в случае продажи на этой платформе и какие документы нам понадобятся конкретно в этой ситуации. Справка о культурной ценности. На самом деле это, наверное, самый основной документ, который очень нужен. Он прям самый главный, я думаю, его можно выделить. И это тот документ, который нужно делать просто сразу, как только вам пришло письмо от Saachi, что вот вы продали работу, и вы сразу звоните в департамент культуры и говорите, о боже, мне нужна справка, мне нужна справка, мне нужно назначить время встречи. И когда вам назначили какой-то определенный день, вы приходите туда со своей картиной и двумя фотографиями 13 на 18, заполняете там бланк и уже по истечению недели, бывает и больше, вам выдают вот эту вот справку о культурной ценности. Я знаю, что ее также можно делать не в департаменте культуры, то есть не ехать специально в Киев, если, допустим, вы из другого города, и не ехать, в принципе, из дома, можно это сделать через музей. Соответственно, вы пишете представителю, который там работает, и скидываете ему фотографии своей картины, и уже потом запираете все документы. Но лично я так еще не делала, поэтому у меня был опыт только с работой с департаментом культуры. И данный экспертный высновок, так он называется, мы отдаем курьеру, это то есть внешние документы. В следующем у меня идет по списку сертификат подлинности, это из разряда документов, которые СААЧи дает вам пакетом для скачивания. Вы просто скачиваете данный документ и заполняете. Его можно заполнить как вручную, так и через фотошоп. Через фотошоп лучше тем, что можно сразу вставить туда и картинку, напечатать все четко и сделать все очень аккуратно и понятно. Этот документ будет единственным, который мы кладем внутрь своей посылки. По сути, в этом документе вся информация, которая должна быть на обороте вашего холста. Мы просто тумулируем информацию, вписываем ее в данный документ. Следующим документом является декларация подлинности. Этот документ также дается пакетом СААЧи, который мы заполняем. В нем у нас идет название, техника, размер. Отмечаем, что это оригинальная картина, либо же другой из вариантов. Год создания и информация о художнике. Имя, фамилия, название потом картины и дата заполнения документов. Ну и, конечно же, ваша подпись, заверение того, что все верно. Этот документ идет уже внешним. То есть мы отдаем его курьеру. Коммерческий инвойс также идет пакетом документов с СААЧи. И приходит он уже заполнен. Нам ничего не стоит с ним делать, только обязательно сохранить, распечатать. И вся информация, которая находится в этом документе коммерческом, переносится в инвойс проформу. Это тот инвойс, который нам нужно запросить у DHL. DHL – это компания-перевозчик, которая предоставляет курьера. И вот прежде, чем курьер приедет, нам нужно собрать весь пакет документов, которые нужны конкретно для этой компании. Проформа инвойс заполняется двумя языками, это украинский и английский. Они идут параллельно, получается, допустим, имя в вашем украинском, и дальше сразу же на английском переводе. Поэтому будьте внимательны, ничего не допустите, и все хорошо переведите и перенесите без ошибок. И этот документ мы также отдаем курьеру. И еще важно, что проформа инвойс должен идти в четырех экземплярах. К нему же прилагается копия паспорта, тоже как минимум в двух экземплярах, но можно сделать на самом деле и четыре. И последним является транспортная накладная, которую заполнять не нужно. Ее нам сразу дает Саачи Арт в заполненном виде, и нам просто следует ее распечатать и отдать курьеру вместе с другими документами. И в заключение хочу повторить, что сертификат подлинности мы кладем внутрь нашей посылки, все остальные документы отдаем курьеру, и при этом проформа инвойс идет в четырех экземплярах, паспорт минимум двух, все остальное идет в единичном. На этом все, спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам было полезно видео, и я постаралась рассказать о всех документах довольно подробно, показать, как что заполнять, поэтому удачи вам с продажами на Саачи, и до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok